Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, this is the police. И я задумал убийство. Короче, я тут думал, что можно бы перепройти вот эту штуку со складом, как это всё правильно обезвредить, всё. Но знаете что? Я хочу убить вот этого чувака. И убить его желательно сразу. Я надеюсь, что игра меня не заставит перепроходить много чего. Мы сейчас с вами просто посмотрим на кинцо. Я понимаю, что я провалю эту миссию. Эта миссия заранее провалена. Поэтому этот чувак меня не будет слушаться. Он будет сам делать всё, что хочет. Преступники будут в него сейчас стрелять. Он кого-то сейчас успеет даже завалить. Но его в конце концов пристрелят. Мы избавимся от фигового копа, который нам не нужен. Путём провала задания, да, к сожалению. Но, как говорится, это та жертва, которую я готов принести. А вот, к тому же у нас довольно неплохо... Да, мне пришлось перепроходить день с самого начала. О, вот его и подстрелили. Правда, в руку он будет истекать кровью. А, может, его сейчас пристрелят, смотри. Вот, всё, у него таймер уже пошёл. А он даже стрелять не стал. Может, потому что у него рука прострелена. Ну, всё. Я надеюсь, игра меня не заставит перепроходить это насильно. Что мне дадут провалить задание. Я хочу, чтобы на этот раз мне дали провалить задание. Вот. Этот чувак слишком долго меня динамил. Сколько он меня водил за нос? Я вот тут, я вот там. К тому же он не слушается. Я не могу его отправить. Я не знаю, как от него правильно избавиться. Мне просто кажется, что если я от него сейчас не избавлюсь... Вот, его и убили, нахрен. Мне кажется, что если я сейчас от него не избавлюсь, то потом мне будет трудно его как-то сплавить. Начать заново? Нет. Нет, не хочу начинать заново. Да, всё, до свидания. В смысле убито ни одного? Там чувак кровью истёк. Вот, отлично. Пенкин мёртв. Нужно решить, как его похоронить. Желательно закопать в яме на заднем дворе. Пусть в морге разбираются. Всё, до свидания. Не хочу ничего знать. О, вот эти чуваки вер... Вот, вот эту штуку я в прошлый раз пропустил, потому что у меня не было людей, но в этот раз я лучше распределил людей. Кстати, за правильное задание мне дадут, наверное, минус 15 крышечек. Я надеюсь, что за труп полицейского мне не впаяют штраф. Посмотрим сейчас, короче. Я воплощение лесного духа безумия Пироса. Но этот мир настолько сошёл с ума, что я здесь единственное нормальное. Вы ездите не по той стороне улицы, что из мочи орёт старик и стекает кнутом проезжающий мимо автомобиль. Кажется, у него на кнуте какая-то металлическая насадка. Удары кнута оставляют на машинах вмятины. Переехать, старика, патрульной машиной. Патрульная машина. Нарушение общественного порядка. Это тоже надо, да? Патрульная машина рванула прямо на преступную. В тот последний момент отскочил в сторону и разбил обои стекла. Машина ударом кнутом. А я с собой снайпера не взял, а? Ну, выстрелить, ну, то есть, ничего не остаётся. Коп попал преступнику в сердце. Движение в центре города восстановлено. Фигаси. Неплохо так стреляю на поражение сразу. Там не по конечности, а ничего. Прям застрелить на месте. Молодец, флаерпотс. Да, так его. Да, тайна чёрной коробки. Открыть расследование. Давайте посмотрим. Я там отправлял ребят. Они, кстати, не так уж и много чего нашли, к сожалению. По одной фотке добыли. Ну, вы серьёзно? Ладно, надо будет отправить чуваков, которые немножечко более адекватны. Дверь в архив. Я, наверное, не буду пока ничего читать из улик. Я потом просто пошлю людей. Вот эти трое идут, кстати, на выходные. Надо будет отправить людей на то, чтобы добывать хорошие фотки. Покушение на убийство. Ребёнок играл. Да, да, да. Это, кстати, было. Я же говорю, что мне приходится переделывать все задания. Сейчас мы до конца дня с вами немножечко докрутимся. Это не проблема, я думаю. Блин, прикиньте, на обычные вызовы тоже ж можно снайпера отправлять. Я забыл об этом. Ну, хорошо. День закончился. Дайте мне, пожалуйста, небольшой штраф. Там вот 15 крышечек. Воу, у меня хороший улов за день. 15. 15. Чёрт с вами. 22 крышки я получил. Меня это вполне устраивает. Если я всё делаю хорошо, но при этом... Так. У меня есть уставший... Маллиган. У Маллигана вообще... Давайте я Гузмана возьму. Ходжес! Фигаси! У чувака тысяча! Просто тысяча! И он мастер во всём! Я не понимаю эту систему расценок. Почему, например, Гузман дешевле, чем Маллиган? Потому что у Маллигана ни одного навыка. У него профессионализм 50. То есть он новичок. При этом Гузман офигенно профессиональный чувак. С неплохими скиллами по стрельбе. Там всякое такое. Вот. И он 16. Опять же, да. Вон Ходжес. Красавчик просто. Но... Ладно. Нам нужно заменить... У нас выбыло наши вот эти вот два азиата, которых мы выкинули, потому что они твари ленивые и не хотят работать. Остаются дома, выёживаются. Мы сейчас сделаем под себя команду. Наймём ещё нормальных чуваков. Ещё нам надо будет от алкаша, наверное, избавиться. Я думаю... Ладно. Берём, короче, Гузмана. Вот. Остаётся 6 крышечек у нас. Это я потратил картридж от Тайзера, да. Но, наверное, пока ничего не буду покупать. Далее. Завтрашняя смена. Так. Я бы на самом деле ещё Мустарда немножечко... Так, этот... Сначок что значит? Ладно. Я бы ещё Мустарда погонял. Возможно, отправлю его на расследование. Флауэр, Потс идёт со мной, Гузман, Рейнкартс, Берч. Музыка, красавчик, отдохнул. А Аронович не может. Он ещё один день будет отдыхать. Значит, Климзи. Вот эти трое остаются дома отдыхать. У меня будет 6-7. 7 человек. Блин, Аронович надо, чтобы скорее поправился. Хороший чел, неплохой профессионализм. 7-11. 7-11. Ну-ну. Хорошая завтрашняя смена. Я, к тому же, двоих отправлю... Наверное, Климзи и музыку, наверное, отправлю на собирание фотографий. Ну, посмотрим. Завершаем день. Так. Подключаем телефон. Ты видел его, Педро? Он уже сказал себе выпить? Что? Что? Что чивауа? Ты уверен, что ты смотришь на того парня? Что он нужен? Ты видишь ведёрка с клубникой? Педро, это всё неважно. Может быть, ты отец как угодно. Ведро с клубникой. Ты видишь его? Он уже начал с клубнику? Хорошо, хорошо, Педро. Не волнуйся так. Если он ест клубнику из ведёрка, значит, это только нам нужно. Можешь не сомневаться. Просто ждите, пока он съест всю клубнику. Ну, подойди к нему, хорошо? Хорошо, хорошо, Педро. Я буду ждать его звука. Просто придерживайся к плану, ладно? Какой клубникой? Какой клубникой? Какой клубникой? Какой клубникой? Педро? Это я. А, Джек. Я уверен, что ты умер. Слушай, Фрай, знаю, что я... Ну, это не федеральные это поинтересуются. Он уже добрался до Беннингтона. А дальше я верну, Пейт, на север. Как ты думаешь, Джек? Ну, в зад, если... Давай просто обсудим. Джек. Как он обрадуется, знать, что ты живешь. Молодой агент. Я называю его Крисом. Мечтает о блестящей карьере. Хочет доказать своему папашу алкоголику, что чего-то стоит. У нее девчонка. Я называю ее Таня. Я его бросила, и она, наверное, как-то утерякий нос. Я стал героем, попав на первые полосы. И еще у Крис есть заносчивый коллега. Зовем его Томми. Который лично не посмеивается. О-о-о-о, ты знаешь, Джек? Я думаю, Томми имеет Таню. Точно. Хотя раньше я это не понял. Но что хуже, папа тоже имеет Таню. Они все там имеют друг друга и посмеиваются на от бедняга Криса. Давай мы... Кстати, кстати. Я упомянул, что Крис немножко заикается. Понятно, что из-за него были проблемы в школе. Из-за этого не только в школе, но и в академии. Да, из-за академии, потому что чуть не выперли. Хотя отметки у него были блестящие. Представляешь? Готовы были перепоникать только за то, что немножко заикается. Нет, никто не хочет иметь ничего общего. Знаешь, какой это, Джек? Вдруг наш тварика Крис, не поправив в бюро, я не пробовала полгода, ловит объявленную федеральную возраст преступника и не кого-нибудь, а Джека Бойда, короля коррупции, символа разложения нашего общества. Аль Капоне в полицейской фуражке. Никто не мог. Как хрис мог. Понимаешь, Джек? Пожалуйста, теперь Таня хочет с ним это, что перевели в королеву... А! Даже балерина Сьюзи, которая трижды его отшила, потому что она не хотела сейчас сдолбанным заикой. Так вот, теперь Сьюзи, которая выделывает с ней в постели любые королеты. Все благодаря тебе, Джек. Все благодаря тому, что ты можешь поддерживать простые договоренности и ответить на странную трубу. Я не смогу подобрать телефон, потому что в момент, когда ты called, телефон был буквально being shot at. И тогда я... Ну что ты, Сьюзи, Джек? Тебе повезло, что у меня черное сердце. Я не способна на сострадание. Я готов оставить за этим крисом ни с чем сделаю пару слов, вернувшись вперед с дороги, уверенно ведущий его шарпуль. И вернешься к своей жалкой жизни последнего неудачника. Не суждено ему быть Станин. Некоторые люди просто не составляют для друг друга, понимаешь? Правда, тебе придется платить два раза больше. Двадцать тысяч? Но я только... Это не самое страшное, Джек. Тебе придется платить не только два раза больше, но и в четыре раза чаще. Двадцать тысяч в неделю. Я надеюсь, что не переломали пальцы. Ты здесь способен заполнить питаться по банковски на банковский перевод. Сколько там в следующих четыре дня? Да ладно. О, прости, Джек. О, прости, Джек. У меня параллельный звонок. Кажется, мистер Сервантес доел клубнику. Его... Что? Клубнику? Слушай, Фрай, я просто спросил... Да. Давайте, ребятки, договоримся так. Нахрен озвучку, честно. Во-первых, ну, она здесь, ну, вот просто трындец какая-нибудь. Хотите, читайте сами. Честно, это превращается просто в какую-то гонку на выживание. Не хочу. Это портит геймплей. О, Аронович может продолжать. Отлично. Гузман. Шеф, я вчера ночью приехал домой и увидел, что какие-то парни меняют... Мне меняют весь санузел. Не успела челюсть свою с пола подобрать, как они потащили меня... Потащили в дом новенький унитаз и установили его меньше, чем за час. Унитаз прямо вдовем, представляете? Больше никаких ночных пробежек в квартире наперегонки со снегом и ветром. Больше никаких посневших от холода задниц. Рабочие улыбнулись и сказали, чтобы я благодарил вас. Я даже не знаю, как за такое благодарить. Это же просто чудо. Теперь вы можете положиться на меня в чем угодно. Даже не сомневайтесь. Я приобрел себе ценного сотрудника и его преданность. Ну вот, замечательно. Я бы вас сейчас расцеловал, но я стер себе все губы целуемой. Целуемой новенький унитаз. Даже сбывать в него окурки сплошное удовольствие, не говоря уже о более интимных процессах. Босс, вы мой спаситель. Эти трубы за сто лет не протекут, а унитаз сияет так, что можно на патрульную машину вместо мигалки ставить из любого конца шарпуда. Видно будет, вы можете сменяться, но этот туалет словно сплотил нашу семью. Как хорошо получилось. Причем, что, ну, я практически уверен, что пацана-то я посадил правильно. Ну, посадил. Пацана никто не посадит за кражу видока. Вот. А все получили бесплатные унитазы. А, 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 Аронович, ты типа полностью-полностью вернулся? Мне даже назначать тебя на смену не пришлось. Блин, красотища на самом деле. Так, разбирайте сами, давайте. Начинаем день. Вот, вот сейчас все началось удачно. Так, мне нужно назначить три человека. Я не знаю, хочу ли я назначать на поиск улик. Давайте, может быть, кстати, пусть... Не, не, не. Нет. Вот это и вот это. Потому что улики вы вроде как все нашли. Мне нужно найти фотографии. Найдите, пожалуйста. Музыка. Ну, ты остаешься тогда с нами. Я думал, что это... Но я пошлю Аронович. Он как раз после ранения. Пусть он немножечко фотки поищет. Я не против. И так, новый день. Вы должны заплатить фраю 20 тысяч каждую неделю, если хотите, чтобы федералы держались подальше от Шарпвода. Первый платеж, послезавтра. Начинаете экономить. Да. И 28 тысяч. Ну, блин. Время-то времени жители Шарпвода могут обратиться к вам с личными просьбами. Разумеется, эта работа неофициальна, но иногда такие поручения позволяют неплохо заработать. Сикамо Стрит. Ух ты. Ладно. Я присмотрел коллекцию старинных монет, которые пытаются пыляться у Эвелин Гузман. Гузман? А это случайно не совпадение, что Гузман? Ладно. Ладно. Но старушка уже не раз отвергла мое щедрое предложение. Говорит, что монеты все, что осталось ей от покойного мужа, а значит для нее они бесценны. Боюсь, что когда старушка отправится вслед за мужем, монеты потеряются и у меня не будет шанса их купить. Поэтому хочу подстраховаться. Отправьте к ней одного из ваших подчиненных. Пусть он скажет, что монеты связаны с федеральным расследованием и государство, мол, их вот-вот конфискует. Это наверняка подвинет к продаже. Я не собираюсь обдирать старого и одинокого человека. Так что дам за них справедливую цену. А за вашу помощь тоже оплачу монеты. Но не настолько старинный. Давай, музыка, пошел. Но это практически даже не обман. Просто чувак-то купить хочет эти монеты, а не украсть. Ну, ладно. Банк Шарфуда. Затрудник банка взял в заложники свою начальницу за то, что она отказала ему в повышении. Ты не отказала мне на два раза. Не хочу, сказала. Отправимся снайпером. Если что, просто снимем утырка и все. Нэш, лгун из меня так себе, но старуха прямо за сердце едва не схватилась, когда я начал заливать про федералов серийных убийц и страшное проклятие. Тысяча. Благодаря вашу помощь, мистер Нэш. Взять. Но деньги надо, да. Деньги надо, к сожалению. Двадцать в неделю! Просто долбануться об стенку. Молодой парень в рубашке и галстуке держит ножницы у горла своей начальницы. Я заслуживаю повышение гораздо больше, чем кто бы то ни был здесь. Чувак, теперь тебя повысит только достаточно прибиральника в камерах. Такая парня, что на семье. Выстрелить в воздух. Парень вздрогнул от звука выстрела случайно в одноложнице глубоко в шею женщин. Женщина умерла, а преступник в ужасе рухнул на пол от того, что натурила не сопротивлялся аресту. Гражданский погиб. Блин, это красное, мне за это минус дадут. Ну, по крайней мере, преступник пойман. Ну, вау. Я изначально не думал, что это лучший выход выстрелить в воздух, но там не было прям ничего подходящего. Группа атеистов шумно требует, чтобы церковь прекратила свою работу. Группа аметистов. Вперед, ребят. Ну, это глупо, что в ситуации с заложником не было фишки со снайпером. Это не группа феминистов, феминисток в смысле. Религии это сумерки, в которых дремлют чудовища. Это очень правильная фраза, кстати. Скандирует протестующая во главе толпы женщина в строгих очках в руках. У нее книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина. Выстрелить в воздух! Так, успокоить толпу. Группа удалось успокоить толпу, а лидер митинга согласилась поехать в участок для дальнейшей дискуссии. Хорошо. Мы так flowerpods прокачаем прям по полной, если что. Заправка Роджера Ленингтона. Девушка заправила машину, но забыла дома кошелек. Когда заправщик услышал, что у нее нет денег, то стал требовать от девушки отсос за каждый галлон. Ну, как бы... Да. Заправщик скрутил руки девушки шлангом, потом достал свой шланг. Ладно, шучу. Потом поставил на колени и расстегивает штаны. Сука, только шелохнись. Я тебе бензин в глотку налью и подожгу. Насильника. Красно, выстрелить насильника из тазера. Я не хочу тратить тазер, идите нафиг. Ножом его бить, давай. Коб ударил насильника большим, ножом в пах. Преступник умер от болевого шока, девушка физически не пострадала. Ножом в пах. Радикальненько, кстати. Похороны. Сегодня вечером закопали Кевина Пенкина. В последний путь его провожал пьяный могильщик и дворняга. Туда ему в дорогу. Пошел он нафиг. Наташа Пенкин. Так вот ты какой, мистер Уоррен Нэш. Ты просто жалкая мерзкая жаба. Я часто слышала твое гнусное имя от Кевина Пенкин. Часто слышала твое гнусное имя. Это то, что он четыре дня отпрашивался у меня с работы? Но больше он не скажет ни слова. Ведь что ты... Ведь что ты его убил? Ведь что ты его... Как это... Ладно. Именно твои идиотские приказы отправили его в могилу. Именно ты превратился в спокойного полицейских участок в смердящий морг. Никогда не думала, что так рано стану. Давай мой сын останется без кормильца и отца. Как же хочется вцепиться тебе в глотку и не отпускать. Но мне нужно думать о сыне. Кевин всегда хотел дать ему хорошее образование, чтобы сын мог однажды вырваться из этой дыры. Знаешь, это немножечко не сходится. То, что ты пришла сюда и убиваешься. Ты же знала, что твоего мужа хоронят? Ты... Даже не устроила ему похороны? Ты не пришла на его похороны? Что ты мне тут заливаешь про хорошее... Я вообще не верю, что у вас есть ребенок. И вы парочка абсолютнейше долбанутых на голову дебилов. Пошла отсюда нафиг. Но мы уже больше нет. Так что теперь ты должен откладывать на колледж моему сыну. Дай мне две тысячи прямо сейчас. Иначе подниму такой скандал, в который ты не оправишься. Нет, пошла нафиг отсюда. Автобусная остановка. Пьяные рабочие вымогают деньги на проезд у людей, которые ждут автобуса. Музыка, разберись, пожалуйста. Так, мне Мустарду надо дождать отдохнуть. Чувак, в горчицу стертый просто. Низкий, толстый, рабочий с огромной головой вырывает сумки. Вырывает сумочку у высокой девушки. Да я сам посмотрю, как у тебя нет налички, кобыла. Заломать. Коб пытается заломать пьяного рабочего. Он поднул его головой в лицо. Коба хлещет кровь. Спасибо, блин, ты мне еще и музыку на день вырубил. Подошел автобус. Преступник вырвал девушке сумку. Сбежал. Стреляем в колесо автобуса. Коб промахнулся по колесу. Преступник скрылся. Какая тупая ситуация, блин. Это просто трындец. Музыка, блин. Я только начал тебя хвалить, а ты тут дел таких натурил. Парень пытался познакомиться с девушкой на улице. Когда она отказалась, он проследил за ней до дома. Потом он соорудил коктейль и бросил ей в окно. Давай Мустард с берчим третьим. Ранение. Микола музыка. Был раненый, пройдет один день в больнице. Ну, давай Микола. Не, на самом деле он вполне там мог справиться. 360 нормальный уровень навыков. Средний по палате, как говорится. Сейчас, может быть, горчичка тут разрулит. Ну-ка. А, о-о-о, открыть расследование. Эти двое пришли. Еще не надо. Блин, мало. Мало, мало. Надо еще один день будет потратить. Наверное, послать более крутых чуваков, что ли. Посмотрим. Пламя вырывается из разбитого окна. Первый этажа снаружи стоит преступник с руками по пояс и... А, с руками на поясе. И любуется тем, что он сделал. Стреляем из тазера. Коб оглушил преступника и выстрелил из тазера. Тем временем с горящего окна раздался женский крик. Входная дверь тоже в огне. Обойти здание по периметру. 5-26. Коб зашел до заднего двора и тащил девушку из огня. Она надышалась дымом, но жить будет. Красавчики просто. Просто офигенные ребята. Вот как надо работать. Держи. Берч. Вот, 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 вот она. Идеальная работа полиции. 5-11 в прогрессе. Так, похороны на свадьбе. Пейдж Салазар. Мой самый счастливый день превратился в кошмар. Сегодня я вышла замуж и стала вдовой. Да, мой Карим был не молод. Зато он был настоящим мужчиной еще оставным копом. Мы праздновали свадьбу. И все было волшебно, пока не пришло время традиционного танца. Мы с Каримом весело кружились в центре зала и вдруг у него схватилось сердце. Он упал на пол через минуту, уже не дышал. Он умер у меня на руках, но при жизни Карим был веселым мужчиной. Он не хотел бы, чтобы вся эта праздничная еда и выпивка пропали зря. Он рассказывал мне о своих днях в полиции. О том, как там не хватало шансов отвлечься от тяжелого работы. Вот сейчас я подумал, что ему бы понравилось, если бы ваши ребята забрали наш праздничный стол себе в участок. Они поели бы, от души отдохнули, а главное, унесли бы все это с моих глаз. Да, мне кажется, они там потом продрастаются, но, блин, да, давайте. Я не считаю это чем-то плохим. Два пьяных парня устроили гонки на своих мотоциклах и случайно сбили инвалиды, который медленно переходил дорогу мотоцикла. Одного из парней перевернулся, гонщик погиб. Вот она справедливость в движении просто. Другой мотоциклист пытается скрыться. Давай, Флауэр, поехала. Будешь гнаться за преступником на мотоцикле. У нее очень хорошие навыки, я уверен, она справится. Наверное, Берчи и Мустарда сегодня уже гонять не получится, да? Хотя посмотрим, они вымотанные просто. Климзи тоже. Мотоцикл с коляской. Гонщики на мотоциклах и на мотоцикл с коляской. По дороге машина нагнула мотоцикл с коляской. Зарываем лысый здоровяк в мотоциклетных очках. Запрыгнуть в коляск. Приказать остановиться. Парень послушался, как его поставил мотоцикл и сдался. Все. Вот так вот. Поц просто приехала, посмотрела через очки и сказала. Он быстро. И чувак такой, ой, все, 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 все. Блин, а как можно Дювале отправить поспать? Ну что, он как бы вырабатывается или... Я же его не могу выбирать среди обычных копов. Так, ладно, день завершен. Немножечко накосячили. Неприятно, конечно. Да, он сейчас с ним вот приступник сбежал. Раненый коп, погибший, гражданский. 19. Плюс... Оно же стакается, плюс то, что... В смысле не стакается? Игра иди знаешь куда. Я в прошлый раз не потратил целых шесть крышечек. Вот этих вот ушечек, крышечек. Потому что я думал, что я себе сейчас стакну и на следующий раз куплю копа покруче. Давайте рокм... Блин, ну посмотрите на Чапман. Если бы я нормально все сделал... Я, кстати, мог бы купить Чапмана. Рокмана давайте. И... Давайте один шокер и один картридж. Значит, надо тратить все, блин, в упор. Так, музыка у нас эта. А почему все свежие отдохнувшие? Это баг какой-то? У всех... Все свежие отдохнувшие. Типа я не знаю. Они же все уставшие были. Ладно, ребятушки. Давайте тогда на этом серии будем заканчивать. Я... Я не знаю, это баг какой-то, не баг. Давайте тогда же следующий день начнем со следующей серии. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладушек. Всем пакета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok